Ну что ж, настал этот момент, и я отправляюсь встречать мужа Сафона. План мой был выполнен в день проводов, я приобрела вот такое прекрасное Парео. Оно мне так понравилось, оно прямо вот двустороннее, с двух сторон яркое, красивое. И я решила, что надо купить ещё одно такое. Вот, продолжение следует. А, погода остаётся по-прежнему мягкой, слегка облачной. Но я всё-таки в белой рубашке, чтобы скрыться от ультрафиолета. Два денёчка детокса пробежали незаметно. Шортики я одела, что-то они мне посвободнее не стали. И я за эти два дня даже не выбралась в город. Поэтому сейчас я надеюсь до прихода парома приобрести вот этот вот второе Парео. Ну, может быть, мы ещё греческие тапочки вместе с Дюшиком выберем. Кому привезти? Когда мы были здесь первые разы, мы наивно полагали, что вот такие прекрасные склоны можно обойти ногами. Кстати, вот установка, на которую можно сесть и приехать на автобусе в Салонике. Но когда мы их реально обследовали, пришлось всё это дело прекратить, потому что там совершенно неходибельные тропки. А сейчас у меня вот такой очень коротенький кусочек, когда нужно идти по тротуару. Здесь нет тротуара. В смысле, когда нужно идти не по тротуару, а по проезжей части. Sorry. И мы переходим на прекрасную мостовую. И вот этот вот отельчик, он умиляет тем, что находится прямо рядом с этой, к счастью, не очень оживлённой проезжей частью. Выглядит он очень симпатично. Особенно, наверное, на фотографиях в Букине. Но, как вы понимаете, он нас не сильно соблазняет. А вот, кстати, посмотрите, мандаринчики-то зреют. Они маленькие. Видите, вот я палец вам подставлю. А где мой палец? Вот мой палец. Они маленькие. Палец большой. Пандарины маленькие. Также, пожалуйста, для любителей есть оливки с дерева. Если есть такие, можно подкрепиться. Сейчас по пути к набережной я пройду мимо двух бейкерей. Они на самом деле такие симпатичные. Но дело в том, что в день, когда я провожала Дюшика, и мы наелись греческих пирогов, они мне переваривались реально три часа. Поэтому бейкерии как-то не привлекают. Больше я мечтаю о миде, которые ждут нас в нашем прекрасном ресторане. И отчёт об этом, конечно же, будет. Смотрите дальше. Вот эти две бейкерии. Там внутри всякие булочки. Греческие. Вот одна. И вот ещё здесь вторая. Вот. Бейкерия. Видите? Давайте всё-таки посмотрим, какие булочки она предлагает. Это бейкерия. О, я знаю, мы туда заходили. Там внутри очень-очень прохладно. Вот такие всякие булочки. Дверочка мне открылась, но и закрылась. Потому что я туда не зайду. Она это поняла. Вот такие пластюшки. Сейчас я уже подошла к тому месту, где, помните, стояли мужчины в очереди за Димитрионом. Он на самом деле Димитрион как-то называется. Но я точно не выговорю. Вот. А я продолжаю путь дальше к моему магазинчику с Парео. Дюшик что-то не шлёт мне никаких сообщений. Выехал он или не выехал. Раньше он обычно их присылал. Ну, надеюсь, что мы с ним не разменёмся. Следую. Следую по главной улице. Конечно, будет странно, если я запутаюсь в трёх магазинах. Но надеюсь, что не запутаюсь. Вот в этом магазинчике мы купили в первое посещение нашу голубую вазу из кухни. Куча, конечно, магазинчиков с церковной утволью. Куча всяких разных. Но, сами понимаете, это естественно в таком месте. Вот они прямо много-много. И тут же окажется то местечко, которое нужно мне. Оно было вот такое узенькое. Да, вот в таком узеньком магазинчике я купила себе топор эо с попугаями. Вот, сейчас будем выбирать ещё. А что там? Я там тогда даже и не заглянула. А, здесь, видите, всякие рюкзачки для паломников. А, кстати, вот и наши тапочки. Вот и наши тапочки. Отлично. И тут они есть. Вот у меня дилемма. Либо такое, такое парео. Оно просто мне напоминает просвет китайской. Я думаю, что оно тайское. Либо вот такое, такое же, такого же качества, как попугай со слоном. Ну, сейчас ещё подумаю и решу. Я остановилась на этом. Он стоит 12 евро. 12? 12 евро? 12 евро. Окей. Ну вот, парео куплено. И я двигаюсь к пристани. Хотя, от Дюшек ещё нет ни привета, ни ответа. Вот такая центральная улица с моим любимым ювелирным магазинчиком. Вернулся какое-то большое туристическое судно. Но парома пока не видать. Судно разгружается. Надо бежать отсюда. Похоже, все эти туристы сейчас заполонят центральную улицу и рестораны. А народ подползает, видимо, для того, чтобы грузиться на этом пиратском судне и проехаться к Афону. Наверное, потому что сегодня воскресенье, два рейса. Вот тоже смотрю я вот на эту лодочку, не могу понять. Подводная лодка, что ли, торчит. Это как-то так брутальненько выглядит. А парома нету. И никакой информейшн от Дюшека нет тоже. Пока покажу вам эту практически единственную достопримечательность Уранополиса. Рожжевую башню. И вот прекрасных немецких туристов с прекрасными шаурмами, аппетитно пахнущими. Местечко прям знаковое. Оно привлекает внимание. И каждый год оно вот так вот симпатичненько выглядит. Этот маленький домик. Вон там бабушка какая-то. Мама, ешь, ешь. Ешь, ешь. Ешь, ешь. Вот тут еще какие-то раритетные телефонные автоматы. А я тем временем решила отправиться за тапочками, чтобы не тратить потом на это время. Вот такое химозненькое мороженое. Кстати, обратите внимание, что мороженое цвета Тиффани практически разобрано больше всех. Вон дошла я до тапочек. И сейчас буду примерять. Вы так смотрите на меня. Нельзя смотреть, если номер подходит. Это нужно будет, наверное, побольше. На самом деле ценность этих тапочек заключается в кожаной подошве. Они в их неземной красоте. Вот такое. Они какие-то мальчиковые. Я вам принесу, посмотрю, с той стороны. Хорошо, размер, да? Просто размер, да. Халатик, у тапочки. В общем, короче, мне что-то понравилась такая расцветка. Она такая брутальненькая, но стильненькая. Не взять ли мне такие себе? Вот как так? Я не понимаю. Почему Дюшик мне не написал? Почему я его не встретила на набережной? А теперь в кафе с розовыми стульями. Ну вот, Дюшик, идём, идём. Ну вот, мы возвращаемся счастливые и довольные. Накупив греческих тапочков, накупив всяких греческих травок, мы возвращаемся, чтобы осуществить наши дальнейшие сегодняшние планы. Поедание арбуза, выпивание вина и посещение нашего любимого ресторана с поеданием этих... Миди. Миди, миди, которые меня ждут со вчерашнего дня. Ну, конечно, ещё будет там фиета, жареная в меду и наш знаменитый баклажан. Но я надеюсь, что отчёт вы по этому поводу ещё получите. Ну вот, повела нашего знаменитого Афонса наконец-то обмакнуться в Средиземном море. Забрал очки, чтобы высматривать страшных, но не колючих медуз. И сейчас занырнём. Ну-ка, Дюшик, давай свой знаменитый заныр с головой. О, знаменитый заныр осуществлён. А сам храпел всю ночь. Он сам храпел и не выспался. А лиспёра. Да, лиспёра. Продолжение следует...